Здесь, думаю, все очевидно, по каким критериям мы проиграли эту игру. Это в первую очередь борьба и проиграли свой щит 35 подборов. Это очень много. При этом 6 очков только игру проиграли. Поздравляю Запорожье. Они показали хорошую игру, сегодня агрессивную. В первую очередь на нашем кольце. Я думаю, что сегодня рекорд установлен. 35 подборов на нашем щите подобрали они в нападении. 22 потери, то есть они фактически имели на 50 и так больше. Я думаю, что это основное, что сказалось сегодня на нашей игре. Имея небольшие претензии к большим, к нашим, к Петрову, к Сандулу, Человану, Мангана. Вчастую проиграли подбор. Поэтому при такой игре, надеяться на победу, мы бились, старались, держались. Да, но проиграли в агрессивности. Поэтому поздравляю Запорожье с победой. Спасибо за поздравление. Действительно важная победа, которая очень порадовала нас, я надеюсь, и весь наш город, всех болельщиков. Потому что прошлую игру мы, можно сказать так, сами отдали. Поэтому надо было реабилитироваться. Желание было просто на высочайшем уровне. Тренер скажет по цифрам, там очень большое количество подборов на падение. Это говорит о том, что мы хотели, хотели добиваться своего, забивать очки и брать подборы. Хотели биться в защите. И по ходу игры так были взлетные падения, так можно условно сказать. Но именно в четвертой четверти вот наша защита, наши агрессивные перехваты, наш прессинг, он подействовал. И мы смогли оторваться. И я считаю, именно вот эта такая страстная защита наша дала нам преимущество в конце. И мы поэтому победили. Всех с победой. Такие игры нравятся зрителям, но совсем не нравится тренерского состава. Если сказать, что я недоволен, вообще ничего не сказать. Доволен результатом. Но качеством игры тяжело. Да, Стас прав в том плане, что мы очень хотели. Новый рекорд подбором на чужом счете 35. Никто в этом сезоне, я даже не знаю, в прошлом было такое или нет. Но начну с того, что первую игру этой команде мы проиграли по подборам. Если я не ошибаюсь, это 23 или 24 подбора в итоге, в сумме. Когда проиграли двадцатку. Сегодня по подборам 55-43 в нашу пользу. И 35 на кольце соперника. Это говорит о том, что мы извлекли уроки и в этом плане сделали большой шаг вперед. Что касается самых проблемных моментов. 36-18 штрафные. То есть, в принципе, попадая с процентом 70 и 20 было бы задолго до финальной серии, не было бы нервотрепки. Но я могу объяснить этот процент. Как только мы начинаем играть очень агрессивно, мы 40 минут играли прессинг, пульс ребят очень сильно повышается. И значит, на тренировках те броски, которые мы делаем, мы делаем не на нужном пульсе. Значит, это вторая игра. И вторую игру, если первую мы из-за этого проиграли, это было позавчера. Сегодня, слава богу, мы Хараке за счет индивидуальной защиты выиграли. Но тоже есть над чем подумать и есть над чем работать. В любом случае, любая самая плохая победа лучше самое красивое поражение. Поэтому еще раз победой. Что касается перспектив. Они очень интересны. У нас почти три недели отдыха. И вначале была идея, пока погода стояла, даже немножко на стадион выйти. Но в связи с тем, что похолодало, мы изменили планы. Мы, начиная с послезавтрашнего дня, завтра выходной, начинаем работать в зале. Но баскетбол у нас будет всего раз в день. Все остальное, степа аэробика, тренажерный зал. И это на протяжении двух недель. Третью неделю мы уже непосредственно будем готовиться к приезду Одессы химиков. Мы за две недели попытаемся немножечко подкорректировать нашу физическую форму. Потому что именно из-за нее мы не вытянули игру Николаеву. Из-за нее мы дали слабинку в Днепре. Ну и здесь позавчера, наверное, тоже, если было бы немножечко больше физики, было бы легче. Если вы видели, сегодня не хватило Антона Буца. Он с тяжелейшим гриппом лежит вторую неделю. И в игре, когда у команды соперника четыре огромных баскетболиста, очень тяжело играть. Мне приятно, что наш Пресли нашу проблемную позицию закрыл. И закрыл, я считаю, достаточно уверенно. Мне приятно, что из этой позиции нам не забивают, как это было в первом круге. И он еще не набрал своей кондиции. По большому счету, я очень рассчитываю, что через две недели это будет человек, который, так как позавчера не забивал, помните, сверху, когда ему набросили, и он не допрыгнул. Такого не будет. Естественно, он готовился. Но у него не хватало практики. И он сам говорит, что да, мне бы сейчас чуть-чуть набрать оборотов. Поэтому эту паузу мы воспользуемся именно для того, чтобы кондиции свои поднять. Да, мы где-то первым кругом забрали нашу планку, требования к себе. Но я говорил и говорю, что мы не были фаворитами записными. И пока ими не являемся. Да, я считаю, что в этом сезоне у нас конкурентоспособный состав. Но, если говорить объективно, пока мы далеки от того, к чему хотим стремиться. Да, мы будем работать. Да, мы не говорим, что мы не хотим там быть вверху. Очень хотим. Но объективно, пока мы еще не там. Нам тяжело сравниваться с теми командами, которые действительно там будут. Это Днепр тот же... Я думаю, что Черкассы сейчас выйдут из кризиса. Игрой с нами они показали, что это серьезная команда. Когда вернется конь у Липовцев, это будет опять очень сильная команда. Плюс, не знаю, после перетубации в Одессе, я так понимаю, появится новый легионер. То есть команда усилится. Два украинца усилят еще кого-то. Поэтому чемпионат продолжает быть очень интересным. И для зрителей, конечно, очень хорошо. А для тренерского состава середина второго круга состояния. Я расскажу, девочек. Но, в любом случае, работаем. Спасибо за поддержку. Приятно играть в такой обстановке. Если честно, очень сильно переживал, что после поражения позавчера люди не придут. Очень приятно, что пришли. Очень приятно. Очень приятно, что тепло отзывается. Очень приятно, что если есть критика, то она конструктивна. Это важно. Одно дело, когда сказать, да вы тут у вас легионеры и так далее. Нет. Все в этом сезоне конструктивно. Все объективно. И я с удовольствием слушаю как позитивно, так и негативные отзывы и свой адрес в адрес команды. Спасибо за поддержку. Значит, мы неравнодушны. Вы неравнодушны к нам. Значит, вам интересно, как мы работаем. И, как обычно, к Новому году у нас будет очередная открытая тренировка. Будем всех приглашать. Ну, а пока пошли работать. Будем работать. Спасибо. Спасибо.